Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Опасения напрасны. Жители Рязанского района не хотят обустройства мусорного полигона. Высокая степень готовности в военном госпитале в Дашках приступили к внутренней отделке. Пьеса-загадка. Женить Богоуколя в рязанском стиле. Жители деревень Огарково и Матчино опасаются за строительство в их районе мусорного полигона, предположительно на 60 гектаров. Якобы свалку оборудуют в 12 километрах от областного центра. Впрочем, региональное правительство уже выпустило. В Набат местные активисты забили сразу после выхода документов от глав архитектуры. По ним получалось, что 60 гектаров земли сельхоз назначения уже перевели в территорию для складирования отходов. Участок в 12 километрах от Рязани, вблизи деревень Огарково и Матчино. Причем, судя по карте, оба населенных пункта в санитарной зоне, где жилых строений быть не должно. Знаю, какая наша городская свалка огромных размеров и что она уже исчерпала свой ресурс. Если вдруг образуется такая же свалка вдоль нашего участка, границы поселения, то просто вымрет вся деревня. И, соответственно, все стоки при таком расстоянии 20-30 метров местами до начала деревни будут весенними паводками водами. Все на наши огороды и, соответственно, дальше по склону в речку Шумку, которая тоже в черте нашей деревни находится. В данном постановлении не было указано речки Шумка, которая берет свое начало буквально метров 300-400 вниз от данного места. На ней расположено несколько водоемов довольно-таки крупных. Дальше эта речка Шумка впадает в Павловку, Плетенку и, соответственно, в Ваку. Мусорный полигон пока что существует только виртуально, в умах местных жителей. Потому как в региональном правительстве сегодня уточняют – никаких решений нет. В специальном пресс-релизе указано, что это лишь гипотетическая возможность. Тем не менее, местные в тревожном ожидании. Вода, здесь сплошные родники, будет отравлена. Роза ветров располагается так, что в основном дует все отсюда на Рязань. А это значит, в Рязани будут дышать и пить воду отравленную и воздух отравленный. Ну, извините, это противоречит всему, что у нас написано в Конституции. Официально никаких действий, которые бы указывали на обустройство свалки, сейчас нет. Да и вообще, дескать, речь не о свалке, а о мусорном заводе. Вот что пишет региональный Минжекэха. Цитата. Какие работы обязаны выполнять управляющие компании и в каких случаях эту самую управляющую компанию можно сменить? На эти и другие вопросы ответила начальник госжилинспекции региона Татьяна Тарасюк. Уборка при домовой территории самая острая тема этой зимы. Татьяна Тарасюк, начальник региональной госжилинспекции, рассказала, что сейчас управляющие компании обязаны реагировать, в том числе, на обращения в социальных сетях. К системе инцидент-менеджер подключены 75 управляющих компаний. Это половина от общего количества УК в Рязани. Правда, обращения эти должны быть адресные и не анонимные, чтобы недостатки, выявленные жителями, устранить. Татьяна Тарасюк рассказала, за что именно отвечает управляющая компания. Ну, мы зачастую всегда ориентируемся с вами на что? Идем домой, при домовой территории должна быть чистая. Мы не должны скользить, мы не должны спотыкаться, мы должны зайти в чисто убранный подъезд. Наша почтовая корреспонденция должна находиться в удобных почтовых ящиках, отремонтированных, не поломанных. Мы должны ездить на лифте не скрипящим, не гремящим. Ну и вот весь перечень общедомового имущества, который находится в многоквартирном доме, это и есть зона ответственности управляющей компании. Что включает сюда? Земельный участок, места общего пользования, лестницы, холлы. Это крыша, это подвал, это отмостка, это стены, это фасады. Это вот все то, что в комплексе входит в многоквартирном доме. А вот все, что за дверью квартиры, уже ответственность собственника. Кроме, конечно же, коммуникации, труб горячей, холодной воды, отопления и канализации. Тем не менее, на прямой линии больше всего вопросов было про уборку снега. Например, что управляющая компания снег во дворе убирает, однако не вывозит. Просто складирует во дворе огромной кучей. Оказывается, так делать можно. Татьяна Тарасюк добавила, что есть только одно ограничение. Если убранный снег с песко-соляной смесью, то складировать его на зеленой зоне нельзя. В остальном же на снежные горы запретов нет. Татьяна Тарасюк попросила потерпеть, мол, зима уже скоро кончится. А вот где терпеть не надо, так это если управляющая компания свои обязанности вовсе не выполняет. Не надо воевать с компаниями, не надо что-то требовать. Вот вы написали раз, вам ответ не поступил. Еще обратились, опять вас проигнорировали. Зачем работать с такими управляющими организациями? Уважаемый собственник, вы самые главные на вашем многоквартирном доме. Примите решение, смените управляющую компанию. И вот когда таких решений будет со стороны собственника у нас в большей степени, может быть это задумается управляющая компания. А что же происходит на месте, почему от меня уходят? Есть другой вариант, это штраф. За неисполнение своих обязанностей управляющая компания может уйти в минус на 250 тысяч рублей. Или вовсе лишиться одного из домов. В 23-м году такие случаи уже были. В Рязанской области сотрудники полиции пресекли масштабные хищения дизельного топлива. Доморощенные нефтяники качали нефть через незаконную врезку в магистральный трубопровод. Но недолго. Издалека все это напоминало обычный приусадебный участок. Летний домик, бытовка, вот только внутри все было совсем не по-домашнему. Да и рядом была зачем-то установлена видеокамера. Оказалось, что под землей тоже все весьма любопытно. Как выяснили оперативники, на расстоянии около километра был проложен шланг, ведущий от большой трубы до села Кораблино. От строений периодически отъезжали грузовые автомобили с емкостями, заполненными дизельным топливом. Сотрудники полиции и УФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии провели операцию, в результате которой на месте хищения топлива с поличным были задержаны 46-летний и 27-летний жители Рязани. Младший из сообщников ранее был судим за аналогичное преступление. Предварительно установлено, что похищено не менее 25 тонн дизельного топлива. Компании-владельцу причинен материальный ущерб на сумму 1 млн 328 тысяч рублей. Окончательный размер ущерба предстоит выяснить в ходе следствия. Следователям следственного отдела ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Злоумышленники задержаны. У них изъяты два автомобиля «Валдай», оборудованные емкостями для перевозки похищенного топлива, система сглаживания давления, резиновая емкость с топливом, шланги высокого давления и видеокамеры. В прошедшую пятницу прогремела премьера спектакля в Театре драмы «Женитьба по Гоголю» в постановке Максима Ларина. Рассказываем, как это было. Сюжет этого произведения известен весьма широко. История, написанная Николаем Васильевичем в XIX веке, обрела долгую жизнь и актуальной остается по сей день, откликаясь современному зрителю совершенно удивительным образом. В репертуаре очень многих театров постановка «Женитьбы» есть. В ноябре к нам на фестиваль свидания театральных приезжал спектакль «Женитьба». И, ну как бы так волей-неволей, я все равно посмотрел какой-то кусок, фрагмент этого спектакля. Но у нас своя история, свой стиль, свое какое-то оформление, какие-то правила, в которых мы существуем. И все, что мы запланировали именно с режиссером, с ребятами, с моими партнерами. Поэтому это такое наше... У команды Рязанского театра драмы история звучит действительно по-своему с гоголевским мистицизмом, юмором, атмосферно и пронзительно. Художник-постановщик Евгений Терехов построил декорации в виде массивных шкафов и комодов. Они создают некую атмосферу тайны, мистики. Возможно, отсылают к глубинам подсознания каждого персонажа, в котором хранится столько всего, облеченного автором. Эта пьеса – загадка. И, насколько я знаю, ее никто не разгадал. Просто все ставили фильмы, спектакли, которые я никогда бы в жизни видел. Они все просто как идут по тексту. Мы попытались ее разгадать, как некую такую загадку Гоголя. И, мне кажется, получилось. Вот на мой взгляд. Все, что там происходит за пьесой, все, с чего начинается, почему все это происходит, какие мотивы двигают этих людей. Мы это все пытались разобрать, найти, выкопать из пьесы. И, мне кажется, это получилось. Анастасия Терехова создала костюмы воспоминания. Не точную копию нарядов гоголевского времени, но стилизацию, погружающую в эпоху. По словам Максима Ларина, с помощью костюмов удалось передать атмосферу времени и провести нить к современности. Для меня «Женитьба» – это автобиографическое произведение для Гоголя. Я это узнал только, когда начал более подробно его изучать. Я всю жизнь любил Гоголя, читал несколько раз полное собрание сочинений, но никогда не изучал его подробную автобиографию. И вот в работе над этой пьесой, это моя первая гоголевская пьеса в жизни, я, естественно, начал с его биографии. И, как оказалось, эта пьеса – это автобиография писателя. Фокус внимания зрителей – все три часа на игре актеров, которая оказалась бесподобной. При этом сам текст Гоголя сохранен практически в первозданном виде. Ну, это сама пьеса – анекдот. Поэтому я думаю, что тут как ни крути, как ни ставь, сам текст Гоголя, он сильнее нас всех вместе взятых. Это Гоголь. Если ты думаешь, что ты умнее Гоголя, возьми другую пьесу. Все премьерные выходные дни в зале был полный аншлаг. Не мудрено. Поспешите, возможно, еще успеете приобрести билеты на 3 и 23 февраля или на 23 марта. В эти дни спектакль снова сыграют на сцене Рязанского театра драмы. Да нет другого, трепого на краях, а Гогольский нет. Трепого на краях, значит, здесь два дня. Выставка продажи икра и рыба «Камчатская» снова в Рязани. У торгового центра «Премьер» до 3 февраля включительно. По словам продавцов, это самые свежие и вкусные камчатские морепродукты для рязанцев. Каждый раз выставку продажу икра и рыба «Камчатская» постоянные покупатели ждут с нетерпением. А те, кто решает попробовать рыбку и икру с этой торговой точки впервые, обязательно станут постоянными. Потому что вкус свежей продукции высочайшего качества уже ничем не заменить. Появляются у постоянных покупателей и вкусовые предпочтения. Кто-то больше любит чавычу или нерку, другие выбирают белорыбицу и омуль, либо палтус и тунец. Ассортимент удовлетворит самые изысканные запросы. 35 видов рыбы горячего, холодного копчения, а также слабосоленые морепродукты. Без покупки не останется никто. Я всегда покупаю здесь, стараюсь покупать. Я всегда здесь покупаю, мне очень нравится. Жду, пока напишут о них и стараюсь приезжать и брать. Я беру сюда икру. Вот сейчас сделаю чавычу беру соленые. Все рыбы, понемножку все берем. А чем именно здесь нравится? Тут свежие все, ребята хорошие. Любимейшее лакомство в нашей стране – красная икра. Незаменимый для средней полосы продукт. Ведь витамины, жирные кислоты, которые содержит икра, позволяют поддерживать иммунитет в холодный сезон и спасают от авитаминоза. И снова отзывы постоянных покупателей свидетельствуют, что лучшую красную икру приобрести можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Не только свежая, но и невероятно вкусная, рассыпчатая, зернистая красная икра пользуется особым спросом. Видели вас в теленаправленности сюда привезли? Да, нет, не первый. Чем нравится продукция? Во-первых, свежие и мало соленые. Что сегодня будете приобретать? Сегодня соседке буду брать икру. А чем вообще морепродукты? За что любите? Ну, во-первых, они полезные. И уж в нашем возрасте меньше мяса, больше морепродуктов. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» работает, как и всегда, у торгового центра «Премьер» возле главного входа. Приобрести продукцию с Камчатки можно до 3 февраля включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!